Восемь вечера в Украине на Интере. Время подвести итоги информационного дня в студии Алексей Фадеев. И вот некоторые темы выпуска. В деле о беспорядках возле Оболонского суда столицы первые подозреваемые. Кто виновен в стычках между сторонниками торнадо и полицейскими? Помеченный лес. Как закарпатские активисты пытаются предотвратить несанкционированную рубку? Трагедия во Франции. Кто устроил пожар в дискобаре? Горькие плоды Брекзита. Великобритания готовится к убыткам после выхода из ЕС. Начинаем. Очередной скандал, связанный с миротворцем. Хорошо известный украинцам сайт зарегистрирован на частное лицо, а не как электронное средство массовой информации, как утверждают его сотрудники. Об этом написал на своей странице в Фейсбук харьковский юрист Алексей Романов. По его словам, владельцем домена является некая Оксана Тынько, которая проживает в Таиланде. Кроме миротворца, на нее зарегистрированы и другие домены, на которых выкладывают якобы переписку украинских телеканалов с так называемыми ДНР-ЛНР. Почему истинные создатели скандального сайта скрываются за масками и покровами? Вот что нам ответили эксперты и политологи. По сути, этот человек является владельцем этого спорного со всех точек зрения ресурса, который являет преступниками людей без приговора суда, разжигает ненависть и так дальше. Те люди, которые не хотят, чтобы на нем публиковались какие-то обвинения и личные данные, эти люди не знают, куда обратиться иском или на кого пожаловаться. Это все-таки больше напоминает регистрация на приватную особу, захована в какой-то юрисдикции, для того, чтобы все-таки не было найдено кинцов, а кто же стоит за этим сайтом миротворца. Были не очень позитивные оценки с боку посольства США, с боку наших захватных партнеров, которые наголошили на то, что в некоторых моментах по отдельным делам сайт миротворец не вписывается в стандарты европейской журналстики, в стандарты свободы слова и защиту свободы слова. Но этот сайт никто не закрыл. Больше того, некоторые публичные особи в Украине, как с боку народных депутатов, так и с боку виконавчей влады, выступили фактически на защиту этого сайта. Так, на этого сайта миротворец. Значит, он будет действовать и дальше. Это кому-нибудь нужно. В офшорный способ регистрации такого сайта, это попытка уникновения ответственности. И есть такой формой просто тиска, пытаясь подвести на крючок журналистов, медиа, которые они представляют, пытаясь банально шантажировать. Это, возможно, впервые в истории современной в Украине, в мире появился такой ресурс, целью которого стали, на жаль, журналісти, целью которого стали політичные оппоненты, а не борьба за какую-то правду. И напомним, сайт миротворец скандально прославился после того, как опубликовал списки личных данных сотен корреспондентов, имевших аккредитацию для работы в России, а также в так называемых ДНР-ЛНР. В опубликованных списках личные данные не только украинских журналистов, но и репортеров из 28 стран мира. Публикация вызвала волну возмущения в журналистской среде, а Киевская прокуратура открыла уголовное производство по статье «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Публикацию данных осудили, в частности, ОБСЕ, посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский и Госдепартамент США. Спустя два дня сайт заявил о прекращении работы, но вскоре возобновил деятельность и опубликовал очередной список журналистов с аккредитациями так называемых ДНР-ЛНР. Сегодня утром в Луганске взорвали машину Игоря Плотницкого, главаря боевиков самопровозглашенной ЛНР. Первым об этом в Твиттере сообщил объявленный во всеукраинский розыск беглый сепаратист Олег Царев. Он заявил, взрыв произошел около восьми утра, Плотницкий в тяжелом состоянии. Вожака боевиков отвезли в областную больницу, которую, по сообщениям луганчан в соцсетях, оцепили автоматчики. По данным СМИ, у Плотницкого множественное осколочное ранение. Он тяжело контужен и находится в реанимации. В сети появились фото и видео с места событий. На этих кадрах виден поврежденный железобетонный столб, на котором предположительно и была закреплена взрывчатка. Удар пришелся на правую сторону автомобиля Toyota Land Cruiser Плотницкого. Двери смяты, осколки в некоторых местах прошили. Кузов, все стекла, кроме лобового, разбиты. Информацию подтвердили и в службе безопасности Украины, и в администрации президента там отрицают обвинения боевиков в причастности украинских военных к происшествию. Украинская сторона не причетна до этого замаха, так называемая, которая сама себя назначила. Живут в страхе и практически постоянно происходят войны между ними. Там и криминальные авторитеты, и полевые командиры, и так называемые казаки. Многие из них до сих пор еще борются за власть и выясняют, с позиции силы кто сильнее. В так называемой ЛНР подрыв внедорожника вождя назвали терактом. В администрации президента Украины напомнили, в оккупированном боевиками Луганске украинских военных нет. Идем дальше. Троим участникам стычек 2 августа возле Оболонского райсуда во время слушания дела торнадовцев столичная полиция объявила о подозрении. Об этом написала у себя на странице в фейсбук пресс-секретарь ведомства Оксана Блищик. Информации о подозреваемых крайне мало. Это жители столицы. Один из них в присутствии понятых отказался получать уведомления о подозрении. Но следователям все-таки удалось вручить ему повестку о вызове для проведения следственных действий. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение других правонарушителей. Уточнить детали, например, являются ли те членами добробатов, устроивших стычки с правоохранителями у здания суда, не удалось. Оксана Блищик на наши звонки не отвечает. 2 августа на закрытом заседании суда по видеосвязи заслушивали показания свидетельницы, якобы изнасилованные подозреваемыми торнадовцами. Через несколько минут заседание пришлось прервать. Видеозапись того, что происходило в зале суда, опубликовала буквально накануне Генеральная прокуратура Украины. Подсудимые мешали суду, сквернословили, поливали присутствующих фекалиями. В это же время у здания сторонники подозреваемых, десятки людей, некоторые с символикой добровольческих батальонов, Айдар, Торнадо, Донбасс, пытались прорвать полицейский кордон. В правоохранители бросали шины, камни, сыпали муку и распыляли слезоточивый газ. Требовали открытого рассмотрения дела. Среди протестующих были и нардепы Семен Семенченко, Игорь Масичук и Андрей Лозовой. Напомним, командира спецроты, патрульной полиции Торнадо Руслана Анищенко и его семерых подчиненных обвиняют по нескольким статьям. Похищение людей, изнасилование, пытки, доведение до самоубийства, разбой и грабеж. Следующее заседание суда назначено на 9 августа. Более трех десятков раз боевики нарушали режим тишины на Мариупольском направлении. В Марьинке под огонь попал даже пункт пропуска. Противник постоянно ведет обстрелы вдоль русла Кальмиуса, не прекращает огонь и по Широкино. Позиции под Красногоровкой и Марьинкой. Гильзы тут повсюду. Почти каждую ночь украинских военных атакуют. Сегодня досталось и гражданским. Был обстрелян пункт пропуска на неподконтрольной территории. Как только наступает тишина, бойцы укрепляют позиции. Старая пехотная мудрость. Кто глубже закопался, тот и выжил. В свободное время чем занимаетесь? Укрепляем позиции. Мешки набиваем, укрепляем, копаем. Неспокойно и в Широкино. Тут уже третьи сутки идут непрерывные бои. А вот это мобильный медпост в Новотроицком, под оккупированным Докучаевском. Тут волонтеры из первого добровольческого медицинского госпиталя прямо на передовой помогают бойцам и местным жителям. Мы находимся на боевой позиции, то есть как эвакуационная бригада на случай раненых. Тяжелых, ну, в принципе, других ранений, лечения войск, помощь местным населением проходит у нас. Саму машину купили волонтеры из Беларуси. Она так и называется – рятовница. Почти каждый день рятовница кого-то спасает. В зоне АТО идет видимая эскалация боевых действий. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности – телеканал Интер. Шестеро военнослужащих пострадали от взрыва гранаты на полигоне в Запорожской области. ЧП произошло вчера в Розовском районе во время учений по огневой подготовке. По словам спикера администрации президента по вопросам АТО Александра Матузяника, это был несанкционированный взрыв боеприпаса. Как такое могло произойти, не сообщают. Известно, что больше всего пострадал 30-летний военный. У него многочисленные осколочные ранения туловища и лица. Ранены еще пятеро его сослуживцев. Все они в одном из военных госпиталей Донецкой области. Их жизням ничто не угрожает. 16 миллионов долларов незаконно вывез из Украины гражданин России. Мог бы и больше, но его задержало СБУ. На сайте ведомства сообщается, россиянин работал по отлаженной схеме. И ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Попался он, когда вез 210 тысяч наличными. Идет следствие, и это пока вся информация о задержанном. Более 100 обысков и аресты организаторов незаконных сделок. Генеральная прокуратура всерьез взялась за регионы, где полным ходом идет незаконная вырубка леса и торговля древесиной. Об этом на своей странице в фейсбук отрапортовал генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, в Винницкой, Львовской, Черновицкой областях за неделю изъяты вещдоки, черная бухгалтерия, поддельные накладные, тысячи кубов леса. Задержаны организаторы, установлены их пособники. И это только начало, предупредил Луценко. Ну а пока такие масштабные прокурорские проверки до Закарпатья не докатились, местные активисты пытаются сами остановить вырубку леса. По их словам, они нашли гектары, на которых деревья помечены для вырубки. Тему продолжит Марина Коваль. Роман Келемин показывает лесосеку в урочище Сюрюк. Говорит, наткнулся на нее случайно, когда ходил за грибами. Судя по этим трем зарубкам, дерево вот-вот должны срубить, как больное. И таких, меченых, здесь полтора гектара. Хотя, уверяет активист, буки явно недооценили. А вот еще одна лесосека в двух километрах от предыдущей. Судя по табличке и зарубкам, здесь тоже должны провести сплошную санитарную рубку. Директор лесохозяйства утверждает, все эти деревья повреждены ветром и морозом. Вы утверждаете, что тут есть ветром? Да. Вы утверждаете, что тут есть ветром? Вы же понимаете, что это фактически... Я понимаю. Всю делянку я не обходил, я знаю. Есть четко указано специалистами причины вырубки данного делянка. По словам лесников, ветер не обязательно должен повалить дерево полностью, а только повредить крону. И вообще решение о рубке принимает целая комиссия. Но активист подозревает, морозобой и ветровал могли устроить сами лесники. Это дерево подпилили, оно упало и сломало несколько дерев. Только что директор утверждал, что это ветром. После того, как активист обнародовал фотографии меченого леса в сети, санитарными рубками заинтересовалась прокуратура. Зарестировали криминальное проведение за фактом зловживания своим службовым становищем, посадовыми особами, государственного предприятия, хусской лесовой доследовательской господарства. На данный час продолжают следственные действия. Сейчас спецкомиссия также выясняет, не пытались ли лесники уклониться от уплаты налогов. Ведь за кубометр дров в казну нужно уплатить 1 гривну 60 копеек. А за кубометр деловой древесины 100 гривен. Здесь же планировали вырубить около 600 кубов бука. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Мерседеса не будет. Нафтогаз Украины отказался от покупки дорогостоящего брониавтомобиля для своего главы Андрея Коболева. Скандальный тендер отменен, сообщила компания на своей странице в Фейсбук. Причина – шквал возмущения общественности и критиков СМИ после новости о том, что Нафтогаз хочет приобрести автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz S600 Guard стоимостью более 5 миллионов гривен. Напомним, до этого у компании появилось оправдание, для чего Андрею Коболеву понадобилось элитное авто. Машина за 5 миллионов якобы должна была обезопасить главу Нафтогаза на время судебного процесса против Газпрома в Стокгольмском суде, где НАК требует от российского газового монополиста 26 миллиардов долларов. Коммунальный эксперимент в Черновцах поменяли разметку на дорогах. Да только так, что теперь пол города стоит в пробках, а водители от растерянности то и дело нарушают правила дорожного движения. Почему? Знает Ольга Паламарюк. Андрей рассказывает, еще неделю назад здесь спокойно поворачивал налево, но вот уже пару дней на дороге новая разметка вместо привычной, прерывистой, сплошная. Я не мог понять, что делать, например, как мне в этой ситуации себя поводить. Если, не дай бог, здесь машина стала по дороге, тогда что делать? Нужно штовхать ее прямо до самой, я даже не знаю, как это делать. Дорожную разметку коммунальщики поменяли сразу на нескольких улицах Черновцов. В городсовете объясняют, таковы требования госстандартов и нарушать их чревато для городского бюджета. В случае, если, не дай бог, сталося бы ДТП, именно с вины такой разметки, то место должно было бы отшкодоваться, потому что оно, по факту, стало бы виноватцем этой дорожно-транспортной пригоды. Но у водителей от такой законопослушности чиновников одни проблемы. Ведь теперь, чтобы заехать, к примеру, в свой двор или на территорию больницы, нужно объезжать чуть ли не полгорода в поисках разворота. Единственный способ разгрузить дороги, по словам экспертов, установить так называемые кольца с круговым движением через каждые 300-400 метров. Так и автомобилистам помогли бы и госты не нарушили. Но и здесь проблема. Дороги в Черновцах для этого слишком узкие. Водители настаивают. Нужно вернуть все, как было. Они никогда не задают людей, а делают то, что хотят, что им выгодно. Теперь чиновники думают, как же разрулить ситуацию. Свои идеи обещают представить уже в понедельник. А водителей просят пока потерпеть. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Продолжается визит президента Украины в Индонезию. Вместе с супругой Пётр Порошенко возложил цветы к монументу национальных героев Калибата в знак памяти погибших. И сделал запись в книге соболезнований. После этого президент встретился с губернатором специального региона Джокьякарта. Договорились об усилении сотрудничества в сфере образования и об обмене студентами. Боевики планомерно выбивают мирных жителей из поселка Зайцево. Огонь ведут не только из минометов, но и из ствольной артиллерии. Под обстрел попали дома, которые уже покинули люди. Но там по-прежнему остаются те, кому некуда и не на чем сбежать от войны. Ирина Баглай из села на линии огня. Как вечер и начинается. Оттуда бьют авторынка. Майорский авторынок это уже окраина Горловки, оккупированной боевиками. Всем, кто проезжает там, хорошо видно, во что его превратили наемники. Там площадка стартовая для миноветов. Оттуда бьют здорово. Отсюда с леса бьют здорово. А в лесу кто? Те же самые, что и там. А там? И там те же самые. Там ДНР. Слова местного жителя подтверждают и украинские военные. Стреляют из блокпоста. А что на блокпоста? На блокпоста десятки автомобилей гражданских. То есть они под прикрытием. Ну так как Путин говорил, так оно все и происходит. Мы пошлем впереди гражданских, а сами будем сзади стрелять. Николай Петрович с женой. Последние, кто остались на этой улице. 50 домов после регулярных обстрелов боевиков стоят пустые. Старикам некуда деваться. Оба инвалиды. Николай Петрович почти не видит. На слух определяет, откуда вылетает вражеский снаряд. И на ощупь в подвал. Еще едва ходячую жену нужно спустить в укрытие. Вот там садимся. Вот ждем в 7 вечера. И в 7 часов вечера текаем вот сюда. В селе Зайцево противники настолько близко, что даже огороды. Жители разделены на две части. Вот здесь можно дойти максимально до колодца. Дальше территория уже обстреливается. Женщина била снайперша. Блондинка маленького роста. Под пулями вражеского снайпера на корточках и собирают старики урожай. Кормятся уже третий год с огорода. С тех пор, как не получают пенсию. Теперь уже нас оформили. Возили нас в Ротемовск на этой машине на военной. Ну-ка это за 5-3 месяца, за 4 ждать. Тут идем. Выжить местным помогают волонтеры-медики. Когда относительно тихо нет раненых бойцов, они выполняют функцию гражданской скорой. Ее здесь давно уже не видели. Гипертонические кризы. Либо таблетировано снижение давления идет. Грубо говоря, шоковое состояние. Дети поскорой были. Да, там семья трое деток. И там двое деток были с температурой, которую мы отвозили после того, чтобы у нас. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Нападение на полицейских в Бельгии, в городе Шар-Леруа. Ранены двое женщин-офицеров. На них с мачете и криками «Аллаху Акбар» бросился неизвестный мужчина. Нападавший в тяжелом состоянии в больнице, его выстрелами ранил третий полицейский. Атака произошла возле главного полицейского участка города Шар-Леруа. Был использован в качестве базы некоторыми джихадистами, задействованными в парижских атаках в ноябре 15-го и в брюссельских нападениях в марте. 13 человек погибли во время пожара в дискобаре на севере Франции. Местные жители и полицейские не могли поверить, что причина трагедии не теракт. Здесь еще не успели отойти от убийства джихадистами несколько недель назад местного настоятеля, отца Амеля. И вот снова смерти. В пятницу вечером здесь, как обычно, было людно на террасе и у барной стойки. Подвальчик с танцполом был заказан группой из 20 человек. Праздновали 20-й день рождения сотрудницы полиции. Пожар начался около полуночи. Так позже станет известно всему виной торт со свечами. Огонь охватил потолок, обшитый полистирольными плитами для звукоизоляции. Пластик стал плавиться, выделяя токсичный дым. Несмотря на то, что пожарные приехали в считанные минуты, задохнулись 13 человек. Мы были наверху, а они собрались внизу, так что мы толком даже не увидели, что там произошло. Это был торт. Мы были наверху, и нам удалось выйти. Но я никого не видел, кто бы смог выбраться снизу. Дискобар Куба Либра открылся в 2002-м и никогда не доставлял проблем ни властям, ни пожарным службам. Даже сегодня на месте видны огнетушители, которыми клиенты и владельцы заведения пытались погасить огонь. Сегодня сразу же, конечно, было начато следствие по распоряжению прокурора республики. И в его введении будет процесс. Конечно, первым делом подумали о теракте. Но чем больше деталей, тем очевиднее. Это был несчастный случай. Как стало известно, торт со свечами кто-то нес вниз, поскользнулся на ступеньке. Пламя скользнуло по стене и добралось до потолка. Все погибшие молодые люди от 18 до 25 лет. Шестеро до сих пор находятся в больнице. Состояние одной девушки критическое. Жива ли виновница этого печального торжества, не сообщается. София Гордиенко. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Сотни протестующих. Полицейские с дубинками и слезоточивый газ. Все это за несколько часов до торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Люди заблокировали дороги возле отеля, в котором проживают спортсмены. Неподалеку от стадиона Маракана, где состоялось открытие Олимпиады. Протестующие возмущены миллиардными тратами на проведение игр во время глубокого экономического кризиса в стране. Демонстранты подожгли олимпийскую футболку и бразильский флаг, изображая эстафету олимпийского огня. После разгона слезоточивым газом несколько протестующих обратились в больницы. И тем не менее, Олимпиада началась и сегодня в Рио уже завоевывают первые олимпийские медали. А накануне, за церемонией открытия 31-х летних игр, наблюдала почти половина населения планеты. С чего началась Олимпиада и чем удивила Бразилия туристов со всего мира в нашем следующем материале. Из-за кризиса похвастаться миру высокими технологиями на церемонии открытия игр бразильцам не удалось. Впрочем, шоу, пронизанное музыкой и танцами, прошло со вкусом. Это что-то невероятное. Я был во многих местах, на футбольных играх в Европе и Южной Америке. Но это шоу действительно необыкновенное. Бразильская статуя Христа Искупителя по случаю Олимпиады вся в огнях. Увидеть и прожить историю этой страны, вот что я хотел показать своей иллюминацией. Ведь это первые игры в Бразилии. Около 50 тысяч зрителей пришли полюбоваться трехчасовой церемонией открытия Олимпийских игр на стадион Маракана. Немного меньше было участников самого шоу, показавших, что такое бразильский карнавал. Но главные гости – 11 тысяч спортсменов, приехавшие из более чем 200 стран. Мы восхищаемся вами больше, чем когда-либо, потому что вы приехали сюда в тяжелые для Бразилии времена. Мы всегда в вас верили. Организаторы не сознаются, сколько потратили на церемонию. В 2012-м Лондону она обошлась в 42 миллиона долларов. Туристы еще не отошли от празднований, а спортсмены уже завоевывают медали. Первое золото сегодня досталось американке Вирджинии Трэшер в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Не зря Барак Обама выступал с проникновенной речью в поддержку своих олимпийцев. Это дух Олимпиады и дух Америки. Глядя на наших олимпийцев, мы понимаем, что нельзя достичь высоких результатов в одиночку. Во времена, чрезмерно насыщенные политикой, нужно ценить представившуюся возможность собраться вместе возле нашего флага. Кроме решения экономических проблем, Бразилия, владеющая амазонскими лесами, своими первыми олимпийскими играми призывает мир обратить внимание на охрану окружающей среды. Поэтому после окончания Олимпиады каждый спортсмен посадит в Рио дерево. Юлия Мендель, подробности, Американское бюро, телеканала Интер. Соединенные Штаты отрицают причастность к попытке военного переворота в Турции. В Госдепартаменте эту версию назвали абсурдной. Западный след в попытке свержения власти увидел президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Мол, ни во время, ни после переворота страна не получила той поддержки, которую ожидала от друзей. Также Эрдоган подчеркнул, что путь организовал мусульманский проповедник Фетулак Гюлен с территории Соединенных Штатов. И сейчас обе страны ведут переговоры о возможности экстрадиции Гюлена. Ордер на его арест уже выдал турецкий суд. Мы понимаем, что после подобных событий всегда возникает много теорий заговора, много обвинений. Впрочем, мнение, что США были каким-то образом вовлечены в попытки свержения демократически избранного правительства своего союзника по НАТО, просто абсурдно. Тем временем Эрдоган нашел след проповедника Гюлена в Казахстане. На встрече с президентом Казахстана Эрдоган сообщил о 33 школах в стране, связанных с организацией Гюлена. В ответ Нурсултан Назарбаев пообещал проверить эти учебные заведения и избавиться от подозрительных учителей. Эрдоган также подчеркнул, что президент Казахстана стал первым иностранным главой государства, который посетил Турцию и продемонстрировал солидарность после попытки переворота. Горькие плоды Брекзита. Великобритания может остаться без ягод собственного производства, когда выйдет из состава ЕС. Почему? Объяснит наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Брекзит делает свое дело. И вот первые экстренные меры. Английский Центробанк рекордно снижает ставки по кредитам на четверть процента. Теперь держать деньги в банках будет совершенно невыгодно. Мы действуем на опережение и заранее предупреждаем проблемы. По прогнозам, до голосования выход из ЕС означал падение ВВП и высокую инфляцию. Мы пытаемся минимизировать последствия. Падение экономики британцы уже ощущают. Курс фунта стерлинга рухнул. Отдыхать за границей для жителей страны стало дорого. А под угрозой ключевые отрасли экономики. Например, фермерство. Миллионы сезонных рабочих, которые собирали ягоды, овощи и фрукты на полях королевства, приезжали из Восточной Европы. Великобритания выходит из ЕС и все становится плохо. Мы вынуждены будем нанимать британских работников, а это дорого. Журналисты раскрыли, что рабочая сила незаконно прибывает из Северной Кореи. Действительно, кто будет делать черную работу? Так называется новое расследование местных журналистов. Они показывают, в каких жутких условиях живут трудовые мигранты, за какие копеечные зарплаты работают. Не лучше ли перенести производство за границу? Еще недавно наши соотечественники бурно обсуждали в соцсетях историю об украинской голубике на британских прилавках. Действительно, все эти ягоды, овощи и фрукты еще пару лет назад были на Туманном Альбионе привозные. Но государственные дотации и дешевая рабсила сделали свое дело. И теперь все с гордостью говорят об этой клубнике. Made in the UK. Любимая летняя ягода, которую поглощают тоннами, едят со сливками на престижном теннисном турнире Уимблдон, который обожает сама королева, как раз сейчас в сезон продается лучше всего. Нас регулярно проверяет Министерство внутренних дел. Мы все делаем законно. Схема работала налаженно и идеально. А теперь просто руки опускаются. Пока страна не начала официальную процедуру выхода из ЕС, сбор клубники идет по плану. Но что будет следующим летом? Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Идем далее. За сколько 500-летнюю гравюру продали на блошином рынке во Франции? И где теперь можно попробовать ресторанную еду из 3D принтера? Об этом не только в нашем коротком обзоре. Отречься от престола окончательно решил японский император. О своих планах 82-летняя Кихита заявит в понедельник в заранее записанном виде обращения к нации. Титул императора будет передан его сыну, принцу Нарухита. Десятиминутное телевизионное обращение станет вторым в истории правления Кихита. Первое он записал 5 лет назад, после разрушительного землетрясения, которое потрясло страну. Памятник женщинам для утех из Южной Кореи открыли в Австралии. Полутораметровая статуя дан девушкам, которых во время Второй мировой принуждали работать в японских военных борделях. Церемонию открытия посетила и одна из немногих доживших до наших дней униженных женщин. Сейчас ей 89 лет. В прошлом году Япония официально извинилась перед Южной Кореей за эту трагическую страницу истории. Оставшимся в живых пообещали компенсации. 500-летнюю гравюру нашли на барахолке во Франции. Произведение искусства принадлежит одному из величайших мастеров западноевропейского ренессанса, немецкому живописцу Альбрехту Дюреру. Со времен Второй мировой войны его медная гравюра, коронованная ангелом Девы Марии, считалась утерянной. На блошином рынке в городе Сарбур эльзаский коллекционер приобрел ее за несколько евро. Обнаружив на гравюре штамп галереи Штутгарта, подарил ее музею. Флэшмоб грудного вскармливания провели на Филиппинах. На акцию в столице Маниле вышли 600 матерей. Все они одновременно кормили своих детей грудью. Организаторы компании пытались таким образом продемонстрировать, насколько сильна и прекрасна связь младенца с матерью. А также напомнить о преимуществах материнского молока. Мероприятие прошло в рамках празднования Всемирной недели грудного вскармливания. В Лондоне открылся ресторан, в котором все создано при помощи 3D-технологии. На принтере напечатаны мебель, посуда, столовые приборы, скатерти и еда. Пищу печатают слой за слоем, используя вместо чернил картофель, авокадо, шоколад и пасту из маракуйи. Ресторанное меню состоит пока из 9 блюд молекулярной кухни. Стоимость одного – 250 фунтов стерлингов. И снова в Украину. Экстремальный спорт и прогрессивная музыка. Уже второй год подряд после аннексии Крыма фестиваль Z-Games проходит в Затоке, на берегу моря под Одессой. Чем удивляют и как отжигают. На этот раз и участники, и зрители подробности в репортаже Андрея Анастасова. Безусловная изюминка фестиваля Z-Games в этом году – гонки на дронах. Пилоты управляют аппаратами в специальных очках, получая трехмерное изображение. Им нужно обогнуть препятствия и пролететь сквозь узкие ворота. Сделать это непросто. Спортивные дроны за считанные секунды разгоняются до 150 км в час. Малейшее движение рукоятки джойстика, и дрон очень резко, очень резво и, я бы сказал, даже борзо реагирует. Участники и гости из разных стран и огромное количество экстрима. От брейк-данса и прыжков на батутах до скоростного скалолазания и скимбординга. Причем практически везде мастер-классы для новичков, например, по парусному спорту. Это разработана методика, по которой мы, в принципе, за час отпускаем человека в самостоятельное плавание. Вот в самостоятельное плавание отправляется студентка из Киева Юлия. За один день она испытала себя в десятке разных дисциплин. И мне хочется все попробовать и вся, и вот плыву, покоряю волны. В этом и заключается концепция фестиваля, говорят организаторы. Здесь можно попробовать на себе все виды спорта. Ты придешь домой и начнешь заниматься спортом. Есть и те, кто приехал заявить о своем виде спорта. Например, этот паренек из Германии катается на экстремальном самокате. Точнее, летает. В Украине этот спорт еще не так сильно развит. При этом одновременно на разных площадках постоянные конкурсы и соревнования. Ну и какой же фестиваль без музыки? Ночные рок-концерты и пляжные вечеринки. Закроется Z Games в понедельник утром. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. И на этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. Хорошего вечера. До встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин